Друзья, всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поговорить о плюсах удаленной работы и о том, почему же все так стремятся работать на себя. Я занимаюсь фрилансом больше пяти лет. Свой фрилансерский путь я начинала с копирайтинга, потом переросла постепенно в SEO-специалиста и теперь дополнительно развиваюсь в CMM. За это время я успела переехать из Украины в Санкт-Петербург, пожить там два с половиной года, потом из Санкт-Петербурга переехать во Вьетнам, где сейчас и нахожусь. Мой последний переезд был во многом возможен благодаря тому, что я сотрудничала удаленно с одной компанией. Моя работа фактически переехала со мной во Вьетнам. Из этого следует первый очевидный плюс фриланса, это возможность путешествовать и не быть привязанным к одному месту работы. Единственное, я бы хотела дать совет новичкам. Прежде чем совмещать фриланс с путешествиями, наработайте сначала базу клиентов и портфолио. Так вам будет гораздо спокойнее и проще путешествовать, и чувствовать вы себя будете увереннее в большинстве стран мира. Второй очевидный плюс, это работа по всему миру. Абсолютно не имеет значения, из какого вы города и где вы сейчас живете. Вы можете найти работу и сотрудничать с работодателем из любой точки мира. Если вы знаете английский язык, то вариантов проектов для вас становится в десятки раз больше. А плату сегодня можно получать на электронные кошельки, через PayPal, либо платежную систему Western Union или MoneyGram. Так что вопрос с оплатой вообще никак не стоит. Более того, вы можете получать зарплату в долларах или евро, что будет намного выгоднее для вас, если вы проживаете в странах СНГ. Третий плюс, нет потолка по заработку. В самом начале вашего фрилансерского пути у вас будет не очень большой доход, поскольку вам надо будет набраться опыта, развить свои навыки, наработать вас у клиентов и так далее. Но со временем вы сможете повысить ценник за свои услуги и брать меньше заказов, но зарабатывать при этом больше. Многие фрилансеры не останавливаются на этом и открывают собственные онлайн-агентства, создают свой собственный продукт, либо предлагают свои услуги, участвуют в топовых конференциях, пишут книги, проводят семинары. На самом деле возможностей для развития огромное множество и возможностей для заработка также огромное множество на фрилансе. Четвертый плюс, это свободный график. Не нужно с утра по будильнику вставать в 6 утра и 1-2 часа дощиться до работы и потом столько же дощиться обратно домой. Вы сами себе хозяин и сами устанавливаете себе режим работы, такой какой вам удобен. Если вы привыкли ложиться поздно ночью, либо вставать рано утром, прекрасно. Фриланс это просто отличная возможность для вас работать в те часы, в которые вы наиболее продуктивны. А остальное время вы сможете уделять семье, занятиям спортом, своим любимым хобби, встрече с друзьями. Единственный момент, старайтесь четко разграничивать рабочее время и личное время. Иначе можно попасть в эту ловушку и свою работу растянуть в течение всего дня, и у вас в итоге будет ощущение, что вы целый день работаете. Хотя по факту у вас проект занимает 3-4 часа времени. И пятый, на мой взгляд, очевидный тоже плюс, это постоянное саморазвитие. Фрилансеру нужно постоянно учиться и развиваться в своем направлении, иначе его очень быстро обгонят другие фрилансеры. Такая здоровая конкуренция побуждает к саморазвитию, чтению специализированной литературы, посещению онлайн-конференций и вебинаров, просмотру тематических видео на YouTube. В результате фрилансер растет как специалист и чувствует себя увереннее на удаленном рынке труда. Если вы давно подумываете насчет фриланса, то обязательно попробуйте. Возьмите пару несложных проектов на биржах фриланса и вообще посмотрите, ваше это или не ваше. Всегда лучше попробовать что-то сделать, чем сделать это вообще. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Если среди вас есть фрилансеры, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам работается на фрилансе, какие бы вы еще плюсы выделили в удаленной работе. Всем пока, до новых встреч!